Дорогие друзья, приветствую вас всех на моем канале. Меня зовут Петя Бондарь. Если вы не умеете делать фингер вип, в скобочках, амбучок, а на фингер вип, он здесь вот, то, пожалуйста, сначала научитесь его, а потом мы переходим к маквипу. Вот что такое маквип? Это тот же фингер, фингер это когда вот так, только вы делаете его рукой за спиной. То есть вот так. Пам, пам. Ошибки будут практически все те же, что и в фингер випе, но я их повторю. Начнем. Первое, с чем вы вообще должны изначально концентрироваться, это на ваших ногах. Я объясняю, как всегда, под свою стойку, если у вас другая стойка, все, естественно, в зеркальном отражении, наоборот. У меня правая нога стоит спереди, левая стоит сзади. Когда вы делаете маквип, вам нужно переднюю ногу вводить назад, а заднюю ногу вводить вперед. То есть вот ваша стойка, передняя уводится назад, задняя уводится вперед. Ноги встают вот в такое положение. Отрабатываете вот такое упражнение сначала. Присели. Еще раз показываю. Чуть-чуть можно приподнимать самокат. Присели. Далее вы на земле такие стоите. Так, ну я это научился. А что же делать мне дальше, Петя? А дальше вы уже должны приподнимать чуть-чуть свой самокатик и тянуться рукой к своей, ну там, чуть ниже попке. Вот так вот. Вот вы встали, приподняли самокат. Оп. Вот до сюда тянетесь. Должны отработать это упражнение вот до такого вот уровня. Присели. Памс. Присели. Памс. Подмечаю очень важный моментик, что вы не просто с прямыми ногами, с прямой спиной стоите и тянете вот так кверху самокат. Он не должен касаться вот тут ничего ваших причиндалов. А немного наклоняете спину вперед и немного поднимаете самокат вверх. То есть получается 50 на 50. На 50% идет наклон спины, на 50% подъем самоката. Я делаю еще раз. Вы внимательно смотрите, в каком положении находится моя спина и моя рука, которая поднимает самокат. Отлично. После того, как вы научились делать это движение, вам уже можно пытаться его выкручивать. Повторяю вам, не обязательно прыгать тысячу миллионов раз на пирамидку или на фанбокс. Я не знаю, куда вы учитесь этот трюк. Достаточно поделать упражнение по 100 раз, там по 500, сколько вам нужно на земле, чтобы у вас наработалась мышечная память, чтобы вы привыкли. И только потом уже переходить на вылет. Во-первых, вы научитесь трюк быстрее. Во-вторых, вы избежите различных травм. Показываю, как вам выкручивать. И говорю про очень важную ошибку. Вот вы присели, прыгнули, оп, затолкнули. В принципе, это сложнее, чем в воздухе, но если вы научитесь делать вот так, с прыжка его, то в воздухе вам, естественно, будет вообще легко. И очень частая ошибка, когда ребята уже начинают прыгать на пирамидку, то, что дека задевает вот так вот эту вот ляжку, ногу. Это значит, что надо ее еще дальше назад отводить. То есть вы прям вот эту ногу, вот можно примерно до стакана, вот досюда вот уводить, а заднюю прям сильно назад, чтобы тут было пространство, вот, чтобы нога не цепляла заднее колесо ваше. Вот, сейчас я покажу вам, как выглядит ошибка эта. Покажу уже, как ставится трюк, и расскажу еще парочку банальных ошибок. Переходим на пирамидку. Видели? Я сейчас просто по ляхе себе зарядил декой. Ситуировано не очень приятное ощущение тоже. Теперь показываю, как ставится этот трюк. Вот так вот он делается. Я обещал вам рассказать еще про две ошибки, но я даже их не буду показывать, я просто расскажу. Вы толкаете доску и руки уводят вперед, занятесь ногой, или вы же уводите, руки вот так в бок тянетесь. В этом трюке не надо тянуться ногами к деке, она сама должна прилетать вниз, вам под ноги. Теперь я показываю вам, как я делаю этот трюк во флэту, и мы заканчиваем этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Ребята, если вы оставите комментарий, только не просто Петя Топ или какой-нибудь там еще, а реально продуктивный. Может быть я вам что-то не так объясняю, может быть вы хотели бы видеть еще какие-то обучалки или какие-то другие видео. Пожалуйста, пишите их, я читаю каждый ваш комментарий, и я это очень ценю. Это меня мотивирует снимать видео дальше, особенно когда вы отмечаете меня в инстаграме, в истории. Кстати, ссылка на мой в инстаграм будет в описании. С этим трюком вы говорите, Петя, спасибо, я по твоей обучалке научился. Ребята, для меня это самое ценное, и мне реально хорошо от этого, когда я донес до вас какие-то знания. Также у меня есть плейлист с обучалками, он будет вот здесь. Там уже есть несколько трюков, но я планирую снять очень много трюков и рассказать про все очень подробно. Я вас всех очень люблю, катайтесь с удовольствием, получайте кайф нереальный от жизни, будьте счастливы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok